Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос задаёт человек по имени Евдокия и говорит о том, что ей не хватает пара парня. Постоянно он всё время работает, а когда не работает, то, соответственно, всё время хочет проводить время с друзьями. А, собственно, Евдокия говорит о том, что она перебарщивает с совместным проведением времени. И, соответственно, Евдокия спрашивает о том, почему так происходит. Несмотря на то, что вопрос покажется довольно очевидным для многих, может быть, коллег и для многих людей, не являющихся психологами, да? Ну, просто вопрос может показаться очевидным. Например, что с одной, что с другой стороны. Например, что парень не любит, допустим, Евдокию, да? Или что у Евдокии есть какие-то сложности. То есть тут вот в зависимости от точки зрения, от того, чью сторону предпочитает занять тот или иной человек. Можно будет как-то сделать какие-то выводы. Я всё же думаю, что не всё так просто. Понимаете, если вот парень ваш не проводит с вами времени вообще, да? То есть, конечно, проблема. Потому что, ну, люди в отношениях, особенно если это отношения, в которых есть какая-то перспектива, да, возможно, то есть, ну, я имею ввиду перспектива на, там, допустим, создание семьи, да, перспектива, там, допустим, на рождение ребёнка, может быть даже. То, конечно, проводить время вместе нужно и, конечно же, узнавать друг друга тоже нужно. Вот. Если этого не происходит, то, ну, наверное, здесь есть определённые сложности какие-то, как минимум. Вот. И мне кажется, мне кажется, что одним из вот ключевых моментов, да, проблематики данной заключается в том, что между вами и вашим молодым человеком недостаточно много общего. И это то, чего бы я рекомендовал вам начать, как бы, корректировать отношения. То есть, смотреть на то, по факту, что между мной и молодым человеком моим есть общего, вообще общего, что меня с ним связывает. Причём не просто, ну, какая-то история формально чисто, а именно эмоционально окрашена, да. То есть, вот. Очень желательно, чтобы связь между вами, какой бы она ни была, была эмоциональная гражданка. Что это значит? Это значит, чтобы то общее, что между вами может быть, имело бы эмоциональное значение с точки зрения ценности человека, с точки зрения его убеждений, вот, имело бы значение как для вас, так и для молодого человека. Это важно. А если такой связи нет, то, конечно, будут сложности, и, конечно, молодому человеку может быть, вот, вполне с вами неинтересно. Потому что общего ничего нет. Должно быть что-то общее. Прям повторюсь, эмоционально окрашено общего, не просто что-то общего. Типа, какие-то, может быть, не знаю, фильмы там, или что-то такое. Фильмы, фильмы это хорошо, но... Повторюсь, это не... э-э... не по нации. Вот. Понимаете? Да? Я надеюсь. Это первое, первое на что хочется обратить ваше внимание. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание заключается в том, что по общему правилу, я хочу подчеркнуть, что по общему правилу. Считается, что если одному человеку не хватает другого, то этот человек, в общем-то, имеет проблемы, имеет трудности с наполнением собственной жизни. То есть, человек не наполняет свою жизнь сам. Человек не живет своей жизнью, человеку его жизнь не интересна настолько, чтобы он не переживал по поводу вот того, что у кого-то нет рядом. Ну, допустим. Как вариант. Соответственно, нужно смотреть то, насколько вы сами интересуетесь своей жизнью и интересуетесь ли вы вообще своей жизнью в принципе. Если интересуетесь, то как это проявляется. Если вам ваша жизнь интересна, как это выражается. Это очень важно. Очень важен этот аспект, как мне кажется. от него во многом зависит то, как вы позиционируете себя в отношениях. Так? То есть, если вы интересуетесь своей жизнью, вы более самоценны, самодостаточны и соответственно представляете интерес для других людей. Такой вот, может быть, в некотором смысле парадокс здесь имеет место быть. Да. Хотя, конечно, ну, как бы, вариантов может быть довольно много. В данном случае. И следующий аспект, пожалуй, последний. Это аспект личной границы. То есть, в отношениях с людьми необходимо уважать и чувствовать личные границы другого человека. И если вы границу своего молодого человека постоянно или периодически нарушаете, то, естественно, человек будет от этого защищаться. Человек будет пытаться от этого уйти и так далее. Поэтому тут нужно и с личными границами тоже поработать. Я бы хотел сказать, что вам необходимо конкретизировать, а предметить, чего именно вам не хватает, когда вы говорите о своем параде. Необходимо поработать с вашей бодребностью. Чтобы форма удовлетворения бодребности была не единственной в лице вашего молодого человека. И вполне вероятно, откроются какие-то ваши проблемы, какие-то ваши личностные конфликты, противоречия, проработав в которые вы сможете лучше выстраивать отношения с мужчиной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создал DimaTorzok